Ёлка один из самых главных символов зимних праздников, поэтому администрация подводного музея решила не пренебрегать традициями и опустить зимнюю красавицу на дно Черного моря. На протяжении пяти лет дайверы празднуют Новый год на глубине 7,9 метров, но как и у всех у них есть свои традиции. Любители подводного плавания обязательно берут ёлочку, игрушки и, конечно, шампанское, которое с учетом всех законов физики пьют под водой. Хотя в этом году около 10 дайверов погружали главные символы зимних праздников, у каждого была своя задача. Кто-то устанавливает новогоднее дерево, а кто-то документирует события на съемочную аппаратуру. Мы каждый год отмечаем подводный Новый год, наш клубный корпоратив. Для того, чтобы она не всплывала, к ней привязываются грузики. Ёлочка искусственная, мы не издеваемся ни над животными, ни над растениями. Порядка 10 дайверов сейчас в воде. У каждого своя задача, кто-то все это дело фотографирует, кто-то снимает на видео, кто-то водит хороводы. Шампанское с собой, обязательно мытьём под водой шампанское. Праздничное настроение экстремалы создают себе сами, еще во время подготовки на суше. На теплые костюмы привязывают праздничные дождики и игрушки, а вот ёлку наряжают уже в воде, чтобы по дороге украшения не потерялись. Инструктор подводного музея рассказывает, что самое главное в зимнем дайвинге – оборудование и правильно подобранный гидрокостюм. Самое главное, да, это всё-таки не бывает плохой погоды, да, бывает одежда не по сезону. Поэтому зимой надо погружаться в соответствующем оборудовании, да, в тёплых костюмах. Техника должна выдерживать, да, холодную воду и не отказывать. В этом году в подводном мероприятии участвуют не только профессиональные дайверы, но и любители. Полное погружение занимает где-то 30 минут, но этого времени достаточно, чтобы насладиться морским корпоративом и нарядить ёлку. Проходит это всё приблизительно полчаса, да, вся процедура. Почему? Потому что вода всё-таки прохладная, порядка 5-6 градусов, и дольше это уже не так комфортно, особенно для людей-непрофессионалов. Перед Новым годом с дна моря поднимают бюсты Ленина, Рузвельда и Сталина. Это означает, что сезон посещений подводного музея подошёл к концу. Сейчас работники необычного учреждения начали поднимать все экспонаты, чтобы подготовить их к следующему сезону. Бюсты и статуи нужно поднимать на поверхность хотя бы раз в год, говорят дайверы. Очищать экспонаты от моллюсков и водорослей будут уже весной, когда будет тёплая погода. На самом деле, обычно зимой мы все статуи поднимаем из-под воды, потому что необходимо проводить очистку их, да, и подготовку к следующему сезону. Мало того, если их оставить там, да, то от них ничего не останется буквально через год, да, полтора, потому что они обрастают моллюсками. Сотрудники музея готовят сюрприз для своих посетителей. Правда, узнаем мы о нём ближе к лету. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».